Сегодня в выпуске сходим на хоккей. Столичный Борис начинает сезон матчами на Кубке Президента Казахстана. Поговорим с легендарным марафонцем Маратом Желанбаевым и расскажем, есть ли предел у человеческих возможностей. А еще мы побывали на тренировке в детской футбольной академии Астаны. У клуба «Светлое будущее». Мы на Борис-арене, где сегодня стартует Кубок Президента Казахстана по хоккею. Это ежегодный пресезонный турнир, где команды проверяют готовность к новому сезону и смотрят в деле новичков. У Бориса их немало и будет интересно посмотреть на каждого из них. Помимо этого приехали очень солидные команды. Автомобилист, нефтехимик, Акбар Суисалават Юлаев. Давайте наслаждаться хоккеем. Поехали. С первых же матчей стало понятно. Жители столицы соскучились по хоккею, а сам игроки по настоящей борьбе. Без поддержки не осталась ни одна из команд. На трибунах немало болельщиков, которые приехали за много километров от города Нур-Султан и поддерживают свою команду. Итак, фан-клуб автомобилиста. Будем беседовать с ребятами. Доус для Казахстана особенный хоккеист. В принципе, родной, можно сказать. Насколько родной он стал для Екатеринбурга? Я думаю, не менее на данный момент, чем в Казахстане родной. Все его любят. Все его уважают. Болеют, поддерживают. Сколько приехало болельщиков из Екатеринбурга и насколько было сложно собраться, может быть, все вместе? Ну, было несложно. 50 человек примерно на автобусе. И своим ходом еще приехали многие. Вы, наверное, слышали, что с 2020 года все чемпионаты мира по хоккею будут проводиться на канадских площадках. То есть, в ледовых коробках уменьшенного размера. В КХЛ эту идею поддержали. Одной из первых команд, которая перешла на новые стандарты, стала команда Борис. В прошлом сезоне именно отсюда начиналась ледовая площадка. Сейчас она сдвинулась на несколько метров. И, как говорят эксперты, это заметно повлияет на качество игры. Будет больше зрелища. Матчи на турнире получились зрелищными. Возможно, все дело в уменьшенной площадке. Но не будем забывать и про класс команд, которые приехали в Нур-Султан. Борис начал достаточно уверенно. В первом туре столичные переиграли грозный казанский Акбарс. 6-1. В следующей игре подопечные Андрея Скобелки одержали волевую победу над нефтехимиком. 5-3. Главный тренер не боялся экспериментировать и ожидаемо делал ставку на сыгранность команды. Победы, как бонус, и очень приятны. Мы, конечно, хотим выиграть в каждом матче. Но, естественно, что на данном этапе мы в то же время хотим дать и возможность ребятам, скажем так, которые прошли сбор вместе с командой, чтобы в равной степени все получили игровое время. Поэтому, конечно, какими-то моментами мы довольны. Что-то не совсем получилось. Но я думаю, что это нормально на данном этапе. В межсезоне Борис провел точечное усиление состава. Вратарь Эдди Паскуале имеет солидный опыт игр в НХЛ. Из первых же матчей на тургире доказал свой уровень. Селекцию клуба на высоте. В атаке у Бориса тоже появились новые имена. Финн Иропакарнин, канадец Корбен Найт и его соотечественник Адам Хилевка. Непривычно было видеть Патриса Кормье в форме другого клуба. За прошлый сезон болельщики успели к нему привыкнуть. Что случилось с лицом? Это произошло в матче против команды из Уфы. Мне заехали клюшкой. Не показывайте близко. Как проходит подготовка? Освоился уже в новом клубе. Да, это очень волнительно. Новый клуб, новые партнеры. Со мной Мэтью и нам комфортно. Очень много работаем. Надеюсь, что сезон будет отличным. Что ты чувствуешь, когда приезжаешь в Нур-Султан? Очень много приятных воспоминаний, связанных с городом. Хорошие ребята сейчас в команде. Тренер, мы вчера сходили на ужин вместе с ребятами. Счастлив видеть всех. После летней паузы Борис Арена возвращается в свой привычный ритм. Между перерывами толпы болельщиков спешат перекусить или узнать, что новенького появилось в фан-шопе. А кто-то, как и мы, направляется в музей казахстанского хоккея, который функционирует при арене. Посетители могут пройти сразу в селфи-зону и сделать фото в форме вратаря. Я представил шлем экс-вратаря Национальной сборной Казахстана Виталия Колесника, обладателя Кубка Гагарина 2011 года. Можно брать, можно даже надевать, да? Я знаю, что у него шлемы всегда были яркие. Да, яркий шлем. Вот это его любимые ребятишки разрисовали. Вот также здесь есть майки, которые могут примерить все желающие и также в них сфотографироваться. Четыре раза до сегодняшнего турнира Борис становился обладателем Кубка Республики Казахстан. Крайний раз был в 2015 году. Какой год вы считаете наиболее ярким? Потому что история у турнира уже большая, по сути. Ну, по сути, да. Ну, наверное, первый все-таки. Все-таки первый был, когда Борис в финале играл с минским «Динамо». Вот и по булитам вырвал победу. В третьем туре Борис играл с автомобилистом, который также одержал две победы. Столичные хоккеисты сразу взялись за дело. И во втором периоде уже ввели со счетом 3-0. Гости из Екатеринбурга отквитали две шайбы, но на большее их не хватило. Интрига сохранилась до последнего игрового дня. С минуты на минуту начнется последний матч Кубка Президента Казахстана, где встречается Борис с Салаватом Юлаевым. Матч, по сути, является формальностью. Борис оформил чемпионство. В трех матчах три победы дали возможность в последнем матче немного расслабиться. И перед этой игрой Акбарс и автомобилист довели дело до булитов, где сильнее оказались хоккеисты-автомобилисты. Поэтому Борис – чемпионы. Игра с Салаватом Юлаевым от этого не стала скучнее. Обе команды хотели завершить турнир на победной ноте. Удача была на стороне Бориса. Казахстанский клуб победил в серии булитов. Это хороший результат, но это только предсезон. Да, настроение хорошее сейчас, но готовимся к настоящей игре. Это хорошо. Команда перешла, привыкла к канадской площадке? Насколько вам комфортно все-таки? Да, я думаю, каждая игра улучшит. На эту площадку. Но еще, еще надо. А вам комфортнее на ней все-таки? Ну да, для меня. Я играл всю жизнь на этой арене. Это не очень страшно. Турнир проводился в юбилейный, десятый раз. Для Бориса это уже пятый кубок президентов коллекции. Далее в выпуске большое интервью с Маратом Желанбаевым о безумных рекордах, побеге из детского дома и всемирной известности. В Казахстане немало людей, про которых можно снять фильм. Один из них – легендарный марафонец Марат Желанбаев. А я был совсем еще маленький, когда о нем писали зарубежные СМИ. Это единственный в мире человек, обижавший все пустыни мира. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннеса аж семь раз. Очевидно, что вы человек – легенда. Человек, у которого есть своя страница в Википедии, где очень много о вас написано. Скажите, когда вам пришла в голову идея впервые преодолеть пустыню? Просто занимался бегом, спортивным ориентированием. Потом, когда я стал чемпионом среди юниоров, и мне сказали, тренер сказал, «Марат, тебе не хватает беговой подготовки?» И отправил меня в марафонскую группу в Караганде. Ну, я там начал бегать, ну, много бегать в марафонской группе. Ну, так как пацан, мне это надоело, я думал уйти. А тренер это почувствовал, и на тренировке, перед тренировкой сказал, «Марат, вот ты следующий слабак, который бросит». А я подумал, а что я ему не говорил, никому не говорил, что он может за меня решать? Я сказал, нет, я не брошу. Сколько вам было лет? Ну, это перед армией, там, 17-18, то есть это… И я так и бегал, бегал, я поступил потом физкультурно-техникум, и там я бегал для себя, я бегал. Я больше себя считал, как я художник, все. И все мне говорили, ты художник. У меня была своя мастерская, я уже выставлялся и в городских, и впервые начал выставляться, ну, из казахстанцев, наверное, один из первых, который выставлялся за границы в 80-е годы, и продавал их за доллары. Это приносило ощутимый доход для вас? Да, это очень ощутимый доход был. Как валютчик работал, как форцовщик. Форцовщик – это который был дефицит, там, джинсы, батники, там, всякие там, те же фотоаппараты. Наказание очень серьезное было за это дело? Да, до этого была смертная казнь, а когда я начал заниматься, это было 10 лет. Но в свободное время я бегал, и утром я всегда любил бегать в парке, и тут я бегу, смотрю, двое, тогда очень мало людей бегали. Пара бежит там, парень с девушкой, я вижу, что они оба неправильно бегут. Я знаю, какие они получат трампы. Я подумал, раз есть мои знания, просто раз я закончил физкультурную технику, я, ну, как бы жалко государство, как бы потратило на меня энергию, я буду бесплатно тренировать людей. Я открыл клуб любителей бега, марафон, он назывался Викибастузи. У меня всегда амбиции были большие, я всегда хотел быть первым. Я его решил сделать лучшим клубом бега в Казахстане, и у меня это получилось. Кто это оценивал, в Москве выходил журнал «Бег и мы», и там был рейтинг клубов СССР и марафонов СССР, и мы всегда входили в десятку. А с Казахстаном мы были единственные, так что здесь ясно, что мы были лучшие. Даже приезжали спортивные журналисты с Москвы, в то время это считалось вообще круто. Во многих вещах вы один из первых, и вот этот прорывной характер, мне кажется, сказывался во всех аспектах, во всех начинаниях, которые вы делали. Сказалось ли это воспитание в детском доме отчасти? Я вообще думаю, это и жизнь, и книги. Я любил читать, хоть я был в детдоме, но я в детдоме, наверное, все книжки прочитал, еще в городских, и даже когда я сбегал из детдома, как у меня была кличка «Бродяга», и в характеристике писали «Склонен к побегу», и у меня часто были книги. Я даже в другой город захожу, тогда можно было свободно, у меня была справка напечатанная, печать размытая. Я просто вставлял в школу и город, и приходил, говорю, я ученик в таком-то городе. Продязничал, можно было посидеть в тепле где-то. И читал, и забирал с собой, часто не возвращал. Я читал очень много из цикла «Жизнь замечательных людей» ЖЗЛ, но сейчас выпускается, и там я понимал, что это обыкновенные люди, по идее, но они просто пахали, они больше работали именно над собой. И вообще, я считаю, самая трудная работа – это над собой, и она самая полезная. Вы первый казах, который участвовал в «Айронмене». Когда это было, скажите, и с какими результатами вы пришли? Ну, это было в 92-м году, около Сан-Франциско, из города Лос-Альтос. Туда пригласил организатор соревнований, сам Джозеф Улс. И он один из первых иностранцев, еще американец, который в советское время из Москвы до Ташкента на Ведике проехал. А сопровождал его мой будущий тренер Федор Склокин. Почему мы так познакомились? Вы обучаете правильному бегу. Вот в чем секрет, скажите, как правильно бежать? Обычный бег – это то есть неправильно? Вот то, что я, допустим, бегаю – это ошибка? Ну, вот, первое, от ходьбы зависит. Как человек идет, он так и бежит. Вот, например, ну, как люди идут? 70% людей идет вот так, да? Вот так идет? Да. Ну, стандартная походка, да. Да. И они получат травмы. Потому что надо идти вот так. Можно еще раз? Как правильно? Если детально, объясните, как это делается? Вот, возьмем линия, да? Да, вот линия. Вот, черная. Здесь линии просто нет. Вот смотрите. Человек, вот, я сказал, идет вот так. Смотрите, вот, если линия взять, не бежать туда. Человек, если бежит, вот туда бежит, да? Теперь сюда бежит. Направление, видите? Да, да. Это от походки. Если человек как ходит, он так, по-другому не побежит. Это я вам однозначно говорю. Надо менять поход. Видите? Во-первых, тело раскачивается, и вы бежите змейкой. Да, да. И следующее. Вот, смотрите, а теперь я прямо, смотрите, вот, модель как ходит. Видите? Прямо бегу. Все. Я никуда не бегу, тело мое не раскачивается. Ну, если я так пойду, у меня будет легкая косолапия, нет? Смотрите. По одной линии. Да, и коленками касается. Коленками надо. Колени должны касаться? Коснуться. Ага. Чтобы было рядом. Не вот так, а вот чуть-чуть колени коснуться. Прямо. И многие ученики, вот, кто начинает бегать, одна ошибка, они ногами вперед бегут. Да? Да. Все так бегут. И все думают, что это правильно. То есть сначала корпус вперед. И вот если ровно встать, вот, представьте, сзади стеночка, вот ровно встали, стопы залипшие, и начинаете, например, падать вперед. Вот так. Видите, нога уже отрывается. Видите? Да. Лицо смотрит прямо, плечи ровно, плечами не работают, вот так не двигаем. Просто руками, локтями назад. И дальше что еще? Вот вы, когда наклон, видите, нога сама отрывается, тут же ее отпустили, и следующий шаг, голову не отпуская. И чуть-чуть захлест назад. Я решил все бросить. То есть бросить художникам, работать. У меня было так достаточно денег, чтобы год мне работать. Ну, в общем, за этот год я установил три мировых рекорда, которые занесли в книгу Гиннеса. Чтобы попасть в книгу Гиннеса, я тоже решил первый попасть из Казахстана. Но при этом по жизни у вас было очень много скептиков, кто рядом находился, и кто не верил в ваши способности, да, вот до конца, вот не мог поверить. А мне никогда никто не верил. Мне наоборот было, это вызов. Когда мне не верят, это, особенно говорят, ты этого не сделаешь, ты это не доверяешь. Это мотивация для меня. То, что я знаю, я буду пахать, я сделаю. И вот в 91-м году, вот я уже сильно, я считаю себя самым сильным почти, захожу в книжный магазин и читаю, книжку взял, называется «Путешествие никогда не кончается» Робинс Девинсон. Она пересекла с четырьмя верблюдами и одной собакой пустыню Большая Виктория в Астраде. Я прочитал и загорелся. Все, я пробегу эту пустыню. И начал, поехал в первую пустыню, здесь, в первопробной, там, около Прибалхашья, ну, в сторону Алматы. Я знал, где бежать, где змеи есть, как с ними не столкнуться. И что они на людей никогда сами не нападут. Вы бежали днем и ночью? Да, днем и ночью. Насколько было тяжело климатически для вас? Ну, когда слишком жарко, я бежал ночью. Днем где-нибудь в тенечке отсыпался. При этом было сопровождение, да, у вас? Или не всегда это было? Нет, каракумы без сопровождения. Это рюкзак на себе, от колодца к колодцу, ну, от колодца к колодцу было где-то около ста километров. Составляли маршрут так, чтобы не было дорог рядом. Ну, это с представительством книги Динниса мы составляли. То есть, в точке я вас отправили, в точке мы вас ждали? В то время мне не дали GPS. Но я достал карты совершенно секретные, и мне пригодилось, что я занимался спортивным ориентированием. Плюс мой шагомер. Я точно знал, сколько я пробегаю. Как вы питались? То есть, в рюкзаке у вас была провизия? Ну, что-то было, да, покушать. Там чуть-чуть соль, чуть-чуть сахар, чуть-чуть крупы, чуть-чуть. Были супы такие советские, они были бумажные такие, с пленкой. Даже с космоса было несколько тюбиков. Один котелок, где я первый мог приготовить, второй есть чай. Много ли уходило воды в день? Сколько вы употребляли воды? Три литра. Ну, я приучился бегать, марафоны без воды вообще. У меня даже вот есть публикация американская, журнал из газет. Там написано даже, кэмэл сказал, кэмэл сделал, уже даже не имя, а часто делают. Наш организм очень сильный, он ко всему адаптируется. Если вы правильно, так лесенка, 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 это как тренировка ведется. По какой пустыне в итоге забег оказался самый опасный для вас? Первая пустыня, это самая опасная, потому что не было сопровождения. Это каракум? Да, и было на грани. То есть вы выживали? Ну, да. Сейчас ваше здоровье, скажите, не сказывается вот это все, то, что вы преодолевали такие расстояния и при таких условиях? Ну, после сказывалось, а потом все нормально. Я на 17 лет, в 95-м году я бросил спорт, 17 лет вообще не бегал. Чем вы занимались? Только бизнесом. Сеть фото, кодек-экспресс я в городе первый их открыл, поставил. Потом ресторан построил тогда, когда все говорили, зачем строить? Возьми помещение пустое, за бесценок. Вы оставили бизнес, вы занимаетесь снова бегом, но вы обучаете людей. Да, и это как бы еще заработок. Я их тренирую ровно месяц. Я их учу именно по своей методике. Я учу, что любая погода – это не повод, чтобы отменить тренировку. То есть у меня круглый год люди занимаются и зимой, и летом, и в ураны, и в гололеды, и в минус 40 бегали, и в дождь, и в жару. Ну, в 5 утра, в 6 утра всегда все приходили. Поэтому это развивает сила воли и характер. То есть ты становишься победителем. Когда в последний раз вы обращались к врачам? Когда ногу обжег. Года 2 назад. У меня если грипп где-то идет, я кашлянул и ушло. Потому что иммунитет сильный. То есть я считаю, я правильно тренируюсь, я правильно питаюсь. И правильный образ жизни видать. Мартур Евгеньевич, вам большое спасибо за интервью. Под впечатлением находимся, честно. Спасибо вам. Хорошо. Далее в выпуске. Опытный наставник Сергей Калюбин расскажет, как готовят будущих футболистов в столичном клубе. Это не совсем обычный матч. В синей форме дети, которые уже находятся в системе футбольного клуба «Астана». В красных манишках дети, которые мечтают оказаться на их месте. Такие просмотры проходят регулярно. И, как правило, не обходятся без переживаний родителей. А после и слез самих детей. За три дня мы просмотрели 120 детей. Это что касается новеньких детей, которые, конечно, все хотят попасть в футбольный клуб «Астана». Потому что команда играет в европейских кубках. Для ребят это мотивация, конечно. Из всех желающих тренер оставил только пятерых ребят, которые будут еще в команде доказывать свою состоятельность. Юным футболистам по 10-11 лет. Но они уже знают, что такое конкуренция. В составе только лучшие. В этом возрасте в основной акцент мы делаем на индивидуальную технику. Это подстроение под мяч, работа с мячом. Как таково в их возрасте. Тактически обучения такого нет. Самое главное – это индивидуальная работа с мячом у них происходит. Ну, тактически, индивидуально тоже работаем. Это работа один в один, отбор, открывание правильное. У клуба несколько возрастных групп. Как правило, основной костяк формируется в юном возрасте. Ребята с малых лет работают с мячом. Вместе выезжают на соревнования. Причем нередко за рубеж. И становятся одной большой семьей. Очень хороший коллектив сложился. Очень все сплоченные, дружные, индивидуально. Сильные ребята есть, выделяются. Даже сейчас один мальчик у нас из Испании приехал. Из 30 испанцев. Его командык Санжар. Прошел отбор в академию испанскую. Сейчас вот родители оформляют документы. Будут переезжать. Молодежная команда Астаны выступает в первой лиге. Это второй по селе дивизион в Казахстане. Несмотря на юный возраст игроков, они нередко отбирают очки у более мастеровитых оппонентов. А молодые Рамазан Каримов и Владислав Прокопенко уже подбираются к основной команде. Астана многие годы считается лучшей в Казахстане. Глядя на игру ее лидеров, Марина Томасова, Дмитрия Шамконина до Эрича, растут ребята из академии. В позапрошлом году обслуживали матчи Лиги чемпионов играли. Когда Атлетика Мадрид приезжал, они там за руку Гризмана держали, там этих всех звезд мировых. Они не верят, что... Ничего себе, вроде по телевизору смотрел, а тут рядом с ним стою. Конечно, такие впечатления у них были. Это неописуемо. Я видел, как дети были счастливы действительно. Сергей Калюбин сам в прошлом футболист. В чемпионате Казахстана провел больше 150 матчей. Теперь его миссия готовить новую плеяду футболистов, которые будут бороться за место в основной команде. Я работал уже в другой сфере после завершения карьеры. Честно говоря, первую неделю я был в шоке, когда 50 детей на тренировки. Что с ними делать, я не знал. Построить, наладить тренировочный процесс. Через пару дней я сказал, нет, наверное, я не смогу, мне тяжело. Ну, на что мне сказали, потерпи, это всегда в начале тяжело. Но действительно, потом спустя неделя-две уже привык, влился в рабочий режим. И, в принципе, я очень доволен, что я сейчас занимаюсь любимым делом. Завершает выпуск рубрика «Видеонедели». В городе Щучинск прошел массовый забег на вершину лыжного трамплина. Всего на старт вышли 650 человек, но далеко не все дошли до финиша. Длина трека составила примерно 4 футбольных поля, а высота сопоставима 40-этажным зданиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова